Добрый день, друзья! Первое полугодие 2024 года стало для меня достаточно урожайным в отношении выпуска книг. Вышло пять книг, и одну из них я сейчас представлю. Это книга «Антисветоний. Жизнь и слава римских императоров. Принципат». Я уже представлял эту книгу в другом ролике, но хотелось бы еще сказать несколько слов об этой книге и привлечь вновь к этому сочинению внимание. Потому что правда жизни, правда истории очень тесно связаны. Если вам постоянно лгут об истории, то вряд ли вы сможете приобрести такие навыки, которые помогут вам правильно разбираться и в текущих событиях, и становиться на правильную сторону в той политике, которая затрагивает вас напрямую. Ваши собственные интересы, интересы вашей семьи, вашего рода, вашего народа. Надо учиться у истории. История действительно представляет такие уроки, хотя уже стало привычным, что у истории никто не учится, и поэтому наступают на те же самые грабли, и история повторяется многократно, очень часто в виде фарса взамен трагедии. Но надо учиться и на том, и на другом, и распознавать, где фарс, где трагедия, где подвиг, где герои, где негодяи. Подлое отношение, вот именно подлое отношение к прошлому стало какой-то нормой. И мы живем в такой культурной среде, я бы сказал антикультурной среде, в которой поношение Древнего Рима стало чем-то совершенно естественным, и разнообразные кинематографические поделки въедаются в мозги и превращают славу Древнего Рима в какой-то антипод вообще славы. Римлян превращают дураков, римских императоров в каких-то патологических злодеев. Именно поэтому мной была написана вот эта книга «Антисветоний». Светоний был таким архивариусом у императора Адриана, собрал там из документации разные слухи, доносы всякие, ну вот там про одного императора, чего-то там сказали про другого. Все эти доносы были собраны вместе, и выпущена еще в те, в римские времена, книжка «Жизнь 12 Цезарей», которую читали в наши времена, по крайней мере, в 80-е, в 90-е годы. Все люди с гуманитарным образованием прочитали эту книгу и сложили себе представление о Древнем Риме, ну, по крайней мере, если это не историки, то это именно так, по книжке «Светония». Хотя это действительно сплошные сплетни, там есть и правда, но правда перемешанная с ложью, и поэтому Древний Рим превратился, говоря современным языком, в полный отстой. То есть учиться у Древнего Рима не нужно совершенно, потому что это было государство, возглавляемое совершенно патологическими типами. Но там речь шла о 12 императорах, а в дальнейшем недостоверная историческая информация также записывалась, записывались всякие фантастические или недостоверные события, и они как бы составляют ткань римской истории. Ну, надо отделять достоверное от недостоверного. Я попытался это сделать в самой краткой форме, убирая все то, что вызывает сомнения, или то, что уже установлено историками, что информация не может быть принята как достоверная, это информация, записанная со слухов. И вот у меня получилось за период принципата 54 императора. Книжка небольшая по объему, относительно небольшая. Сейчас и такие книжки люди боятся читать и покупать слишком сложно, слишком много букв. Уже прочесть два абзаца какой-нибудь заметки уже слишком тяжело. Ну, надо как-то вот свои мозги растягивать и создавать условия, в которых они все-таки работают. Вот я предлагаю достаточно мягкий для этого материал, такой общедоступный, без каких-то глубин рассуждений, которые есть только, может быть, в предисловии, в послесловии, где я кратко обобщаю опыт Римской империи, но в таком достаточно узком аспекте, связанном с правлением высшего лица. Кто может, кто не может быть высшим лицом, как отбираются эти высшие лица. Это все прослежено на опыте достаточно большого количества правлений. Тот, кто желает знать римскую историю, хотя бы вот в таком конспективном изложении, может приобрести эту книжку у меня. Может быть, она будет выставлена на портале Озон тоже, вы сможете посмотреть, и может быть, даже там дешевле, чем у меня, потому что Озон оптовым образом пересылает книги многих авторов через свою сеть в регионы, а я вынужден отправлять по почте каждому индивидуально. Но, тем не менее, если кто-то хочет заказать книгу именно у меня, то вы можете обратиться ко мне по электронной почте, которую я здесь публикую, и под видеороликом тоже. Я призываю людей к самообразованию. Вы не получите достойного образования нигде сегодня. Система образования полностью разрушена нынешним правящим режимом. Единственный способ сохранить свой собственный интеллект и потом передать его следующим поколениям в беседах, в каких-то переписках – это самообразование. И вот метод самообразования – это чтение правильных книг. Я стараюсь писать именно такие книги, в которых я все время являюсь оппонентом ложной подачи информации, предвзятой подачи информации. Хотя в каком-то аспекте я являюсь тоже предвзятым, но предвзятым именно с точки зрения исторической правды, которую я стараюсь донести, в том числе и в отношении древней истории, которая, конечно, подавляющему большинству неинтересна, но я и не обращаюсь к подавляющему большинству, которое уже закончено, с ним нечего даже и разговаривать. Это большинство ведет страну и идет само к гибели, а нам надо сохраниться, сохранить память о собственной цивилизации, в том числе и наше отношение к другим уже минувшим цивилизациям, опыт которых мы должны усваивать и применять в своей жизни. На практике нам, конечно, никто не даст, но, по крайней мере, в тех интеллектуальных оценках, которые мы стремимся давать тому или иному аспекту жизни или аспекту науки или культуры. И для нас знание о древних цивилизациях, о древних государствах чрезвычайно важно, потому что в процессе забывания многих деталей отшелушивается та правда, которую мы можем лицезреть в достоверных источниках, если способны их отбирать, изучать и делать частью своего знания. Слава Руси! Господи спаси!